Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции Репортер 73 итоги подведу я, Евгений Луковкин. Здравствуйте. С января по сентябрь 2021 года у россиян было выявлено более 791 тысячи злокачественных новообразований, следует из аналитической записки счетной палаты. При этом в некоторых регионах доля пациентов, у которых рак обнаружен на поздних стадиях, значительно выше общероссийского показателя. В антирейтинг вошла и Ульяновская область. Бороться со страшным недугом можно и нужно. Для этого по стране открываются специализированные учреждения. Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде собрал в себе все существующие методы лечения и диагностики рака. Об уникальных аппаратах и современных методиках борьбы с онкологией расскажет Анна Чайникова. Это огромная 110-тонная конструкция, больше похожая на часть космического корабля, так называемая «Гантри» — подвижное устройство для точного нацеливания медицинского оборудования на пациента. Учок может подводиться к пациенту с любого направления, практически 360 градусов. Это открывает нам возможность для наиболее точного и безопасного введения пучка и распределения его внутри логического очка. Протонная терапия — самый современный метод лечения рака. Специалисты называют ее «золотым стандартом» в радиотерапии. Из преимуществ — низкий риск побочных заболеваний и быстрое восстановление. Прогрессивную методику лечения используют в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде. В 2021 году мы практически вышли на проектную мощность, и более 800 человек пролечили только методом протонной терапии. Сам по себе центр является уникальной площадкой. Он представлен 23 зданиями, 13 из которых медицинского назначения. Но самое главное, что центр по факту представляет замкнутый цикл. Все этапы от первой консультации онколога до реабилитации после лечения можно получить на территории одного центра. Анатолий Несневич живет в Екатеринбурге. В конце лета прошлого года врачи поставили мужчине диагноз — рак предстательной железы. Получил направление в ядерный медцентр и уже прошел большую часть из назначенных здесь процедур. Диагностика у меня вся была сделана, конечно, без диагностики к лёшу не попадешь, потому что направление описывается совершенно конкретные вещи. Поэтому, когда я сюда приехал, здесь всё было достаточно просто. Необходимо минимум анализа сделать, потому что с анализами большинства я приехал и назначил лечение. Мы должны создать условия, при которых пациенту будет комфортно. А самое главное, положение пациента, положение мишеней не будет в процессе лечения меняться. Для этого есть специальная технология. В нашем центре мы широко используем фиксирующие устройства. Речь идёт о специальных матрасах и масках, которые изготавливаются индивидуально для каждого пациента и исключают любое движение внутри аппарата. Ещё одна особенность медучреждения — горячие койки. Их используют при работе с радиофармацевтическими препаратами, изготовлением которых также занимаются в центре. Это боксированные палаты, в основном одноместные. Они оснащены специальной системой вентиляции и они оснащены специальной системой канализации. То есть эти палаты, они должны быть в составе специализированного учреждения. И таких учреждений в нашей стране не очень много. Вот наша является одним из таковых. И ещё особенностью уже создания центра ядерной медицины является то, что мы используем принцип этероностики, то есть мы лечим то, что мы видим в условиях одного центра. Снижение смертности от онкологических заболеваний — важнейшая задача нацпроекта здравоохранения. Получить помощь в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии могут жители любого региона страны совершенно бесплатно по государственной гарантии. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Сахар и соль, следом гигиенические средства и бытовая химия. Исчезновение с полок категории недорогих продуктов и товаров первой необходимости специалисты объясняют не дефицитом, а повышенным спросом. Никаких отмен в поставках первоочередных товаров на сегодняшний день не зафиксировано. Но есть и определенные опасения. Хоть зарубежные поставщики от контрактов не отказались, колебания цен вероятны из-за инфляции и курса валюты, сообщил в интервью РИА Новости директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов 2 марта. Докатился ажиотаж и до ульяновских аптек. Хотя региональный министр говорит о вымышленном беспокойстве, ассортимент таблеток и микстур проверила наша съемочная группа. Пандемия заставила фармацевтические компании всего мира сосредоточиться на противодействии коронавирусу, поэтому многие планы по выпуску лекарств пришлось отложить. Спрос на препараты успешно покрывали импортные поставщики, но в новых экономических реалиях возникает закономерный вопрос. Не останется ли пациент без необходимых препаратов на неопределенное время? В наличии лекарств нет, а цены изменились, естественно. А вообще долго приходится искать нужные лекарства? Сколько от тебя будут обойти, чтобы найти нужные лекарства? Ну вот ильтерокс я заказывала уже в течение трех недель, и его нету. Проблему с наличием эльтероксина Минздрав официально признает, но подчеркивает, ни один из зарубежных поставщиков на сегодняшний день не разорвал сотрудничество. В целом запаса лекарств в нашем регионе хватит на ближайшие полгода. А вот ажиотажа сотрудники аптек не заметили, витрины пустотой не зияют, на прилавке медицинские товары выкладываются по мере необходимости. Большинство препаратов, а именно более 200 с небольшим наименованием, цена на них регламентируется списком ЖНВВП, то есть у них максимальная предельная пустотная цена. Мы не фиксируем серьезное обменение данной цены, соответственно рассчитываем, что в ценовом плане на эти препараты все останется как есть. Что касается препаратов вне списка, жизненно необходимых эксперты отметили увеличение цены в среднем 7%. При значительном превышении торговых наценок к решению вопроса подключится антимонопольная служба. Саня, сильно изменилась? Да я только для спрей для носа покупаю. Я не заметила, потому что я другой покупаю. Недорогой, 135 рублей. Скажите, пожалуйста, у вас все препараты в наличии? Поставки, сбоев нет? Нет. А по ценам? По ценам, как обычно, ничего не изменилось. Вот у вас написано, что цену точняйте на кассе. Это с чем связано? Ну, потому что витрины оформляемые, это каждый месяц происходит. Скажите, пожалуйста, сейчас вообще как с поставками? Регулярные поставки в аптеку? Да, у нас перебои нет. А все лекарства в наличии? Все. В основном все. В плане обеспеченности лекарствами льготников региональное министерство сообщает. Закуплено 60% необходимого объема, а по оставшейся части аукционы проведут в ближайшие месяцы. Ни логистика, ни объемы поставок на склад государственной аптеки не претерпели никаких изменений. В наличии как отечественные, так и зарубежные лекарственные препараты и медицинские изделия для льготных категорий граждан. Поставки льготных лекарственных препаратов на склад Ульяновской госаптеки осуществляются в штатном режиме. В настоящее время имеется запас лекарственных препаратов, поступивших в рамках новых государственных контрактов. В Ульяновске все спокойно. Что касается общероссийских масштабов, эксперты прогнозируют большое переключение на импортозамещение, а также переориентировку закупок необходимого оборудования на Китай, чьи разработки не уступают западным, а по некоторым позициям еще и превосходят. В целом же зависимость от иностранных поставок необходимо снимать. И первый этап в этом вопросе уже пройден в 2014 году с первой волной антироссийских санкций. Движение прервала пандемия, но курс на полное импортозамещение страна всерьез намеревается продолжить. Вера Мещерякова, Анна Чайникова, Бахтияр Салтанов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Более трех тысяч ульяновцев прошли бесплатное обследование в мобильном центре здоровья. Жители самых отдаленных населенных пунктов области смогли пройти комплексный скрининг. Это и экспресс-тестирование, и оценка функциональных адаптивных резервов здоровья, проверка зрения, контроль показателей дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Поезд здоровья – часть проекта здравоохранения. Сегодня отправился в Засвияжский район Ульяновска, в село Боротаевка, с населением более двух тысяч человек. Специалисты узких профилей второй поликлиники ЦК МСЧ осмотрели пациентов амбулатории. Местные жители знали о прибытии поезда. Их заранее оповестили через социальные сети. Также по селу расклеили объявления. Что было дальше, расскажет Павел Петриков. Акцент на доступную медицинскую помощь, в том числе и в отдаленных населенных пунктах. Вот, например, почувствовали вы у себя постковидный синдром? Или заболела поясница? Или еще что-то подобное? Далеко в город ехать не надо. Все близко и доступно. Здесь, в Боротаевской врачебной амбулатории, сегодня поднимают специалисты, врачи узкого профиля. Здравствуйте. Кто к неврологу последний? Я. Сегодняшние звезды. Неврологи и эндокринологи оттянили внимание терапевта на себя. Врач Лариса Авакен лечит нервную систему. Молодого доктора любят и уважают пациента, получая к себе симметричное отношение. Лариса специалистка грамотная. Даже тут не упускает возможности для личного профессионального совершенствования. Такие поезда с докторами несут пользу не только пациентам. Полезно и для нас. Расширяем кругозор, расширяем своих пациентов. Потому что многие, которые сегодня к нам приходили, смотря по амбулаторной карточке, вижу, что их невролог ни разу не смотрел. Такие выезды, я думаю, нужно делать как можно чаще. Это очень актуально, особенно для пожилых пациентов, у которых нет возможности транспортировки в город, у которых особенно нет родственников, детей, которые могут их транспортировать. Поэтому я думаю, что это очень актуально, очень полезно. Частая картина. Придет человек на прием к терапевту, а тот его перенаправляет, например, к неврологу. Ехать далеко и долго. Пациент обычно приходит к выводу. Не так-то сильно и болит. Наверное, на терапевте можно остановиться. Это ошибка. Локализацию заболевания может распознать только узкий врач. И он теперь доступен. Ольгу Ивановну изводят судороги в ноги непонятного происхождения. Специалист на месте обследовал, понял первопричину и выписал план лечения. Очень удобно. Очень. Почаще бы такое. Очень даже удобно. Спасибо. Очень хорошо. А вот Николай Иванович пришел пройти диспансеризацию после ковида. О поезде здоровья не знал. Совпало, повезло. Врачи сегодня в одном месте. На всякий случай решил пройти всех. Это нужно делать. Нужно. Постоянно нужно делать. И может заботиться о том, чтобы больше специалистов здесь было. В первую очередь смысл поезда здоровья – своевременно выявлять заболевания еще на ранних стадиях. Для этого маршрут локомотива сделали регулярным. Поезд здоровья к нам приезжает раз в полгода. Приезжают разные узкие специалисты, эндокринологи, хирурги, неврологи, кардиологи. Флюрограф приезжал в конце прошлого года. Нашим жителям, конечно, это большой плюс. В амбулатории ЦК МСЧ обследуют не только жители Боротаевки. Всего более 10 тысяч пациентов из сел Отрада, Арская, Погребы, Лесная долина, Кротовка. Все эти пациенты приезжают сюда, а сегодня эндокринолог принимает. Многие пациенты состоят на учете с сахарным диабетом. Для них это тоже сегодня большая возможность посетить эндокринолога, те, кто не может поехать в город. Также врачи поликлиники номер 2 оказывают методическую поддержку амбулатории, делятся рекомендациями по лечению и тонкостями оформления документации. Все, чтобы медицинская помощь была доступна в труднодоступном, в любом, даже самом отдаленном населенном пункте Ульяновской области. Павел Патриков, Бухтияр Салтанов, репортер, 73. Всероссийские проверочные работы переносятся с весны на осень, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса. Специалисты считают, что весной в этом вопросе наступит переломный момент, если удастся не допустить роста числа заражений. Все российские школьники напишут работы в промежутке с 19 сентября по 24 октября. Новое расписание будет готово в начале осени. Школьники отправятся на каникулы, отдохнут, отойдут от учебного процесса, программ и планов. В сентябре приступят к учебе с новыми силами, без фоновой тревоги и сопутствующих страхов. А вот ЕГЭ и АГЭ никто не отменял. На этой неделе родители выпускников сели за парты, чтобы на себе испытать, с чем столкнуться их дети в конце учебного года. Мы хотим, чтобы вы сегодня чувствовали себя максимально комфортно и уверенно, чтобы в дальнейшем просверовать это чувство уверенности наших детям, нашим выпускникам, которые предстоят сдавать в этом году в теме государственные экзамены. Но сегодня дорогу родителям. Снова в школу за парту сдавать экзамен по новым для взрослых стандартам. Вначале обязательный инструктаж, правила процедуры и подробности, как именно она будет проходить. Черная ручка, бланки, распечатанные непосредственно перед началом ЕГЭ, строгие правила и точная наука, математика, базовый курс. Именно по этому предмету проверяли знания взрослых. Попробовать силы и занять место своего ребенка решили не только ульяновские родители, но и гости нашего региона. Во-первых, мы приехали с Луганска, и дети у меня здесь, ну, их оформили в гимназию номер 6, и им предстоит сдавать ЕГЭ. Конечно же, очень интересно, как вообще проходит процедура, что это такое. Я решила вот попробовать сама, как и что, чтобы на себе это ощутить. Так как я экзамен сдавала классический, это давно было. Теперь все по-новому и строго, но справедливо. В видеонаблюдении, тщательный осмотр всех экзаменуемых на наличие шпаргалок. Четкий контроль ради честных результатов. В ульяновской области в этом году ЕГЭ сдадут порядка 5000 11-классников. Пройти их путь во время сдачи аттестации решились только 300 взрослых. Ну, не хочется как бы показать результат, допустим, ниже, чем у ребенка у него. Поэтому тут какой-то соревновательный процесс, а в соревнованиях, мне кажется, всегда вполне не есть. За соседними партами представители СМИ, общественники, чиновники волновались не меньше. Последние проходят подобные испытания уже в шестой раз, но каждый как первый. Поскольку я по образованию филолог, учительница русского языка и литературы, конечно, для меня задания были очень-очень сложными. Тригонометрические задания оказались для меня непостижимыми, потому что это уже, конечно, давно забытый материал. Но, в принципе, я посмотрела, что очень интересные задания. С моим давнишним сроком окончания школы мне чуть сложнее даются задачи по геометрии. Все, что связано с алгеброй, очень много задач житейских. Строгие правила не смягчают даже для министра, хотя отличие от привычного для многих выпускников экзамена все-таки есть. Вместо четырех часов родителям дается всего 60 минут. Сокращенный курс и полный спектр эмоций. Опыт уже по привычному обыкновению родители передадут детям, психологически подготовив их к итоговым испытаниям, тем самым снизив стресс перед ЕГЭ. Маргарита Матюшинская, Сергей Ребухин, репортер 73. В топ новости региона попала на этой неделе и общественная палата Ульяновской области. Во-первых, губернаторам объявлены до выбора в ее состав в связи с досрочным прекращением полномочий некоторых членов. Кандидатам нужно успеть подать заявления и документы до 29 марта. Вторая новость кадровая. Общественники провели сегодня пленарное заседание, подвели итоги работы за прошлый год и при работе над ошибками выбрали нового руководителя. Общественную палату Ульяновской области возглавила Ирина Колодкова, главный редактор нашего телеканала. Что и как активисты будут менять в своей работе, спросила наша съемочная группа. Значительная часть населения региона считает, что общественная палата не взаимодействует с людьми. 46% опрошенных экспертами фонда РАПИР заявили, что членам палаты неизвестны повседневные проблемы жителей региона. 43% уверены, общественники не доносят мнение народа до представителей власти. При этом, по мнению руководителя фонда Дмитрия Травкина, это существенный, но не основной минус текущего положения дел. Она должна стать еще более открытой, должна все-таки пользоваться доверием людей. Для этого все процедуры, как говорят, вызывания на ковер чиновников. И самое главное, ради чего существует палата, это поиск компромисса на площадке, где встречается бизнес, власти, люди. Должно быть, на мой взгляд, по-другому сегодня выстраиваться, стать более эффективным. Еще момент. Люди привыкли, что все посредники между властью и обществом нужны для жалоб. Но палата не бюро обслуживания жалоб, говорят наши собеседники. Запросы людей нужно систематизировать и выводить общие проблемы, гласно и эффективно. Нужно реальное влияние на принятие законов и важных решений. Ведь палата – это не просто место для активных дискуссий, обсуждений ради обсуждения. Всегда важен элемент анализа, критического, доказательного. Нужно уметь вести диалог, отставить свою позицию, выслушивать и уметь переубеждать. Результат был, но он чуть ослаб. Мне кажется, что выходов для того, чтобы оживить деятельность палаты, несколько. Можно сделать ее более компактной и улучшать инструмент работы. Будем работать вместе. Новый председатель считает, что любая публичная площадка лучше, чем ее отсутствие. Главное, чтобы заработал механизм обратной связи с обществом, на который и рассчитывал президент при создании института общественных палат. Мы думаем, что с приходом Ирины Александровны все-таки этот процесс должен улучшиться, активизироваться. Возможно, будут структурные изменения в палате и на уровне комиссии, и на уровне заместителей, и на уровне состава совета палаты. Работа в палате – это социальная нагрузка, которая, например, для представителей ассоциаций ТОС, стала органичной частью региональных и федеральных проектов. ТОСы, как мы понимаем, стали действительно очень важным элементом развития гражданского общества. Они связывают как власть, так и население. Потому что как раз, непосредственно, гражданские инициативы жителей, вот я увидел, что они как раз реализуют через ТОС. Потому что если в городе Ульяновске есть программа поддержки ТОСского движения, то в области у нас они все общественники, волонтеры. Сегодня же был принят доклад о состоянии гражданского общества в регионе. Озвучены болевые точки – от долевого строительства до экологических бед, решать которые получится только всем вместе. Все социальные обязательства перед жителями региона будут выполнены, заявил губернатор Ульяновской области на заседании коллегии Минэкономразвития в конце февраля. Все вопросы, которые возникают на местах, решать нужно оперативно. Многие из них контролируют и доводят до логического конца глава региона лично. Накануне Алексей Русских посетил Индинский район, где осмотрел несколько ключевых объектов и встретился с жителями. Стихийное бедствие, которое обрушилось на Индинский район прошлым летом, нанесло серьезный урон нескольким населенным пунктам. С последствиями урагана начали бороться незамедлительно. И на сегодняшний день все, что было разрушено, удалось восстановить. Пользуясь случаем, хочу сказать огромные слова благодарности за ремонт кровли детского сада. Весь коллектив вас благодарит. Это детский сад номер 4 Черемушки. А также за замену стеклопакетов. Спасибо вам огромное. Острый вопрос по кадрам. Большинство, 51% докторов, работающих в нашей больнице, пенсионеры. И молодые специалисты, которые к нам приезжают, не задерживаются. Помимо привлечения молодых специалистов, а сейчас очень расширена программа целевого обучения на медицинском факультете Ульяновского госуниверситета, также приглашаются по проектам земский врач, по проектам земский фельдшер, приглашаются специалисты, в том числе и из других регионов. Нехватка медицинских кадров – проблема известная и актуальная не только для Инзинского района. Хотя в местной ЦРБ необходимость обновлений ощущается остро. Самому молодому доктору, по словам главного врача, 60 лет. Обновление ждет и сама больница. В целом, условия, как питание здесь? Вода, ремонт, все. Отношение персонала хорошее? Все хорошо. Но я поговорил, здесь очень достойный коллектив. Будем в этом году делать ремонт, выделение. Продолжается ремонт участка автомобильной дороги, соединяющей несколько сел района. История началась в 2010-м, когда начали ремонтировать железнодорожный мост. Тогда большегрузы, вынужденные ехать в объезд, серьезно повредили полотно. Более 400 миллионов уже вложено в реконструкцию дороги. С 2019-го участок вошел в план профильного национального проекта. И к августу года текущего работы должны завершиться. Диатомовый комбинат – важнейшее предприятие района с почти 100-летней историей, основанное на крупнейшем в Европе месторождении диатомита. Сегодня здесь планируют развернуть новые производства. Здесь мы создадим производство уже высушенных гранул диатомита. Если мы здесь диатомит, его обжигаем, а потом дробим, соответственно, ну, таким образом, несколько снижается его ценность для сельского хозяйства. Так как при обжиге диатомит превращается в кристаллическую фазу. То здесь мы диатомит будем изначально гранулировать и слегка подслуживать, чтобы диатомит, чтобы кремень оставался в аморфной фазе. Корпуса планируют запустить в 2024 году. Сейчас они на стадии проектирования. На текущий момент диатомит используется в 30 различных направлениях, в том числе в качестве удобрения. Следовательно, вопрос с развитием отечественных производств в свете новых экономических реалий здесь с готовностью решается. По личным вопросам обращайтесь. Практика личных приемов губернатора Ульяновской области продолжается. Ответы на злободневные вопросы дают профильные министры. Непосредственные адресаты слышат их и в режиме онлайн. Обращаются жители со всего региона. Помощь в преодолении различных бюрократических препонов, коммунальные трудности, газификация сел и социальная поддержка обсуждались на очередной открытой встрече в правительстве. Нужен ФАП. Не вопрос, а скорее крик души жителей села Оськино, что в Инзинском районе разобрали в режиме видеоконференц-связи. Бюджетом подтверждено. В апреле у нас должна начаться стройка и будет она продолжаться 6 месяцев. Срок сдачи 31 октября этого года. 1 ноября профильное министерство должно отчитаться об открытии объекта. Вопросы здравоохранения наиболее болезненные. Решение еще одного подоспело как раз вовремя. Ребенку-инвалиду и его маме помогут доехать до места реабилитации. Были вопросы с ФСС. ФСС проработали сейчас, насколько я знаю. И решили и с оплатой, и с путевкой. Едет мама с двумя детьми. Насколько я понимаю, мама и младший ребенок едет за счет медорганизации, а по старшему ребенок помощь от сострады. Решен вопрос на Ильи Харитоновой. До 31 марта ей выдадут направление на устройство младшей дочери в ясельную группу детского сада. Я, Алима Валикос-Посибьевна, проживаю в село Тожлейка, Барышского района. Я обращаюсь от Ильи, жители села Тожлейка, проживаю провести уличное освещение. Село, в котором проживают около сотни человек, попало в программу регионального министерства по восстановлению уличного освещения. По подсчетам, необходимо более трех километров сетей, 59 световых опор и минимум 25 светильников. Пять миллионов из первого транша выдали команду Минфину выделить. Мы дела распределили и с главой поселения определили, что вот с этого транша направим 223 тысячи рублей на Кудожлейку для того, чтобы начать эту работу. Еще один вопрос в ведении министерства, который поступил из Старокулаткинского района. Жители Средней Терешки ждут подключения к газовым сетям. Газификация – это вопрос номер один, отметил губернатор, передавая слово профильному министру. Мы в прошлом году начали стройку из 17,5 километров сделали в прошлом году. А в течение 12, да, и в октябре у вас газ будет. Свои обращения главе региона можно передать по телефонам единой справочной службы правительства 58 93 58, код 8422 или 8 800 775 5005. Ежедневно с 9 до 13 часов и с 14 до 18, кроме выходных и праздничных дней. Экономика региона в условиях антироссийских санкций. Готовы ли производства Ульяновской области к импортозамещению? Что будет с иностранными предприятиями? Как реагирует на экономический шторм рынок труда? Глобальные процессы и наша жизнь. Изменения, которые нас ждут, меры, которые принимаем, чтобы устоять под натиском экономического давления. Говорим о событиях в регионе. Ответы на самые злободневные вопросы из уст первых лиц. Прямая линия с губернатором и членами регионального правительства. В субботу, 26 марта в 18.00 на ОТР и репортере 73. Не пропустите. Звоните в редакцию по будням с 10 до 17.00 и задавайте свои вопросы. Пользуйтесь социальными сетями. Ищите группы репортера 73 во Вконтакте, Одноклассниках, Ютубе, Яндекс.Дзене. Оставляйте вопросы там, а также на сайте репортер73.tv Чашечку чая? Может лучше фреш? Испечем пиццу! Мегастрой создаст дизайн кухни под ваши размеры, доставит и установит ее. Мегастрой. С нами все получится. Выкуп автомобилей целых битых неисправных. 96-03-81, 96-03-81. Напомним телефоны. 30-41-73. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию. 30-40-73. Смотрите репортер не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok